Здравствуйте! Программа «День за днём» на Ивантеевском телевидении. С вами Юлия Столярова. Сегодня в выпуске. Ранцы и краски для первоклашек. Ивантеевка собирает детей в школу. Гольф в стиле мини. Традиционные соревнования для сильных духом прошли в спутнике. Слово экспертам. Ивантеевские журналисты и операторы посетили семинар. Об этом и многом другом прямо сейчас. Работы по капитальному ремонту в детском садике «Светлячок» готовы на 70%. На этой неделе здесь должны завершить фасад и благоустройство прилегающей территории. Более половины стен оклеены обоями. Полностью готово освещение. Ведётся монтаж датчиков. Рабочие должны приступить к установке сан-фаянса. В планах также облицовка лестничных маршей, керамогранитной плиткой и установка дверей. Внутренних деревянных и входных металлических. Ивантеевские школьники получают подарки ко дню знаний в рамках акции «Собери ребёнка в школу». Это портфели, тетради, материалы для творчества и канцтовары. Акция проходит по инициативе Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних. У тебя альбомы. Будешь помогать сестре? Смотри, что здесь. Пиши. Альбомы, карандаши, краски, тетради – всё, что нужно к учебному году. Сегодня дарят будущим первоклассникам – сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Мне подарили краски, точилку, кисточки, линейку, фломастеры, разноцветную бумагу. Помощь к началу учебного года оказывают семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Например, если кто-то из родителей остался без работы, а в семье – двое деток. Ребёнок не должен остаться без письменных принадлежностей и школьной формы. Помощь необходима. Мне кажется, она очень сильно важна, потому что сейчас, на самом деле, очень трудно собрать ребёнка в школу. Очень дорого и финансово, и так. И большое спасибо, что есть вот такие органы, которые помогают. Саша примеряет рюкзак. С ним ему ходить в школу весь год. Цвет хаки одобряет, как у настоящего защитника Отечества. Мальчик к школе готовился. Я умею очень хорошо считать. Алфавита половину знаю. Сплотом люблю заниматься. Больше всего люблю бег. А какие оценки будешь получать? Думаю, пятёрки. Крупномасштабно в Подмосковье акция проходит впервые. Её назвали «Собери ребёнка в школу». В Авантеевке нуждающимся семьям в преддверии 1 сентября помогают уже четвёртый год. Силами жителей и предпринимателей собрано только в этом году более 250 тетрадей, 10 рюкзаков, 50 пачек цветных карандашей, 45 – пластилина. И мне хочется выразить благодарность предпринимателям, которые приняли очень большую и активную помощь, жителям города, кто остался неравнодушным и кто понимает в том, что детям нужно помогать. Вообще, я считаю, что такие мероприятия нужно проводить. Все вместе мы делаем добро. И самое главное, мы дарим нашим детям радость. Всего на сегодняшний день подарки к школе получили 35 ивантеевских детей. Школьные принадлежности имеют свойство заканчиваться, поэтому все желающие могут продолжить участвовать в акции. Пеналы, тетради, краски, цветные карандаши принимают по адресу Советский проспект, дом 26, кабинет 39. Анна Пыльцина, Антон Рябов, ИТВ. В день российского флага вблизи Ивантеевки состоялся фестиваль инвалидов по мини-гольфу. В нём приняли участие команда со всего Подмосковья. Клюшки, лунки и подсчёт очков. Участники из 11 городов Подмосковья приехали на фестиваль по мини-гольфу. Его организует Ивантеевское общество инвалидов при поддержке областного общества. Отлично. Люди выбираются из дома на природу. Какая-то активная жизнь. Друг с другом общаются. Ну, вообще великолепно. Почаще таких мероприятий. Хотя бы в летний период. Зимний – это уж ладно. А вот летом – да, красота. Соревнования проходят на базе отдыха «Спутник». Мини-гольф – это миниатюрная версия популярной игры. Участники соревнуются, загоняя мяч в специальные лунки ударами клюшек. Проходят отведённую дистанцию. Этот фестиваль проходит на этой площадке третий раз. И в области таких фестивалей ещё не было. Мы рады всех видеть. Все у нас активные, оптимистичные. Главное, что мы команда Московской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Участников приветствуют высокопоставленные гости, в их числе и председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов Николай Зеликов. Он обращает внимание на то, что мини-гольф, как вид спорта, очень удобен для людей с ограниченными возможностями. Ведь физическая нагрузка здесь минимальна, а удовольствие – как при занятиях большим спортом. Мы надеемся, что в скорое время гольф, дисциплина спортивная, станет паралимпийским видом спорта. Поэтому в Ивантеевке уже не первый год мы популяризируем этот вид спорта. Поэтому строение у всех боевое, праздничное, тем более сегодня праздник, юбилей нашего флага России. Количество команд-участников из года в год растёт. На самом первом фестивале их было всего восемь, сейчас уже одиннадцать. В разные годы в программу соревнований входила стрельба из пневматической винтовки и лука. Будут ещё разные развлечения, разные игры. Ну, не только у меня, у всех очень хорошее настроение, приподнятое, все улыбаются. И вообще тут так классно. Молодцы, молодцы. И особенно вот Татьяна Сергеевна у нас, организатор, я даже не знаю, ей спасибо огромное. Наташа Попова, Колесникова, которая сейчас занимается с нами, сыгун. Вообще супер. В итоге по результатам состязаний бронза досталась команде из Волоколамска. Серебро у города Королёва, золото фестиваля у команды из Балашихи. Анна Пыльцин, Антон Рябов, ИТВ. О том, как снимать, писать и продавать свой продукт, доступно и наглядно. В Центральной городской библиотеке состоялся окружной семинар для молодёжных медиа-центров Московской области. Я закупаю ручки для компании. Вот так. Мне нужно 100 ручек для сотрудников. А для какой компании вам нужны ручки? От продажи ручки к продажам своего видеопродукта. Как общаться с клиентами, узнавать потребности и снимать так, чтобы все остались довольны. Среди заказчиков – Тую Студио. Звёзды эстрады, строительные компании, автопром, правительство Московской области. Роман и Александр, основатели студии, проводят мастер-классы для начинающих видеооператоров стабильно 4 раза в год. А также сотрудничают с университетами, принимая студентов на практику. Кто с нами сейчас работает, в принципе, это все те люди, с которыми мы познакомились или на медиа-форумах. Мы считаем, что медиа-форумы – это такая хорошая стартовая площадка, где человек может стартануть, и мы готовы его принять в своей команде. В слушателях сегодня юные журналисты, операторы, режиссёры и фотографы из молодёжных медиа-центров округи – Ивантеевки, Королёва, Пушкина, Красноармейской, Мытищ и Долгопрудного. Это не просто лекция, но и практика, где ребята сами могут попробовать себя в роли клиента либо поставщика услуг. Классные ребята очень всё по делу рассказали. Можно выжимку замечательно сделать. Даже для меня, человека с опытом в съёмке, в монтаже, в организации всего этого процесса, есть ключевые моменты, которые я возьму себе, украду и буду ими пользоваться. Классные ребята, спасибо большое. Кроме видеопроизводства и продвижения продукта, слушатели узнают о журналистике, работе в горячих точках и съёмке репортажей. Ивантеевка регулярно становится принимающей стороной подобных семинаров. Сейчас с молодёжным медиа-центром, к сожалению, не так всё хорошо, как должно было быть. И специально для этого мы как раз в Ивантеевку привезли окружный семинар, для того, чтобы молодёжь увидела, поняла. И, возможно, у кого-то из этих ребят сейчас загорятся глаза. И молодёжный медиа-центр города Ивантеевки, он всегда ждёт молодых ребят. Если у вас есть какие-то знакомые, если вы сами хотите снимать, быть фотографом, писать сценарии, и просим, всё, приезжайте к нам ВКонтакте, молодёжный медиа-центр города Ивантеевки, там вся будет информация. Ивантеевка стала первой в серии семинаров в области в этом квартале. Следующими просветятся участники молодёжных медиа-центров Дмитрово, Электрогорска, Серпухово, Одинцово и других городов. Елена Цефаркина, Антон Рябов и ТВ. А теперь о погоде. Завтра, 28 августа, в Ивантеевке будет ясно от 10 до 15 градусов со знаком «плюс утром». Днём потеплеет до 17 градусов, а к ночи температура опустится до 7 градусов выше нуля. Это все новости на сегодня. С вами была Юлия Столярова. Всего вам доброго. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»